В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Здесь будет штатное оборудование, которое есть в больницах. Здесь к каждой койке подведен кислород. Борьба с ковидом. Какова готовность к приему пациентов Люберецкого временного госпиталя? Постепенно приходят по своему графику, и плюс у нас еще три запасных входа. Как организована работа школ округа сегодня, расскажем в выпуске. Мы переживаем за это место, и Малаховское озеро – это предмет нашей большой заботы. 80 деревьев, 500 кустарников. Как преображается парк Малаховское озеро? Осваиваем продажи за рубежом. Мы отправили пряжу в ту, которой ни у кого нет. Пихорский текстиль отмечает двойной праздник в этом году. Об истории предприятия. В выпуске. Сейчас я уверен, что жители нашего округа нам в этом плане доверяют. Помощь рядом. В Люберцах возобновил работу волонтерский штаб. Серьезных происшествий за прошлую неделю не произошло. Об этом руководители структурных подразделений и ведомств доложили на еженедельном оперативном совещании, которое состоялось в администрации округа. На минувшей неделе за помощью в полицию обратились 1900 человек. Возбуждено 32 уголовных дела. 27 раскрыто по горячим следам. На дорогах городского округа произошло 179 ДТП. Шесть человек пострадали. 40 раз люберецкие спасатели выезжали по сигналу тревоги. Ликвидировано 5 пожаров. Все пожары произошли в жилом секторе. Два пожара в жилых квартирах, в многоквартирных жилых домах. Один в частном доме, один в частной бане, один в частном гараже. Более 5000 раз жители обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи. Всего в единую дежурную диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 11,5 тысяч обращений. Основная часть, больше 10 тысяч, это звонки на номер 112. Остальные поступили на телефон горячей линии администрации. На телефон горячей линии 34 обращения поступило по работе ЖКХ. 22 по вопросам экологии, 2 по работе уличного освещения. По одному обращению поступило по благоустройству городской территории и содержанию дорог и тротуаров. 635 обращений носило информационный справочный характер. Все обращения установлены порядком, направлены в адрес должностных лиц администрации для контроля реагирования. В городском округе продолжается дезинфекция подъездов и придомовой территории. Управляющие организации в ежедневном режиме специальным раствором обрабатывают лифты, лестничные пролеты, дверные ручки в многоквартирных жилых домах. Графики переведения работ развешаны в подъездах многоквартирных домов на сайтах управляющих организаций ССЖ, ЖСК и на сайте администрации. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки места общего пользования и дезинфекции. Также для улучшения качества проводимой дезинфекции уборки плодъездов осуществляются выездные проверки. Также продолжается дезинфекция дворов. В первую очередь обрабатываются детские игровые и спортивные площадки. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Работа на опережение. Люберецкий временный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией готов к приему первых пациентов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Он лично оценил проведенные работы. Все подробности далее. В кратчайшие сроки рабочие сделали, казалось бы, невозможное. Переоборудовали физкультурно-оздоровительный комплекс во временный госпиталь. Здание уже окружено забором, возведен дезинфекционный барьер для автомобилей. В помещении установлены мобильные палаты с койками и медицинское оборудование для оказания помощи больным. В здании заведена система подачи кислорода для реанимационного отделения. Здесь будет штатное оборудование, которое есть в больницах. Здесь к каждой койке подведен кислород. Здесь будет, вот я уже сказал, 20 койка мест реанимации. Значит, здесь будут стоять аппараты ИВЛ. А так, все, что требуется для излечения заболевших в обычном стационаре, в больнице, здесь все будет то же самое. Во временный госпиталь в необходимом количестве завезены медикаменты, а также защитные костюмы и средства индивидуальной защиты для медиков. Прежде чем официально запустить госпиталь в работу, его готовность проверил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. У нас уже замечаний никаких нет. У нас остались такие рабочие штрихи. Уже даже не подмазать, подкрасть, а расставить мебель, одеть белье, подключить компьютеры и так далее. Заполнить вот емкость кислородом, который стоит за мной. Поэтому в таком режиме. По оценке специалистов, ежедневно госпиталь сможет принимать несколько десятков заболевших с диагнозом COVID-19. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В этот раз волонтёры выяснили, носят ли люберчане маски в автобусах и маршрутных такси. Прежде чем занять рабочее место, водитель надевает маску и перчатки. Без них за руль рейсового автобуса теперь не садится. Снимает лишь на конечной остановке, когда выходит на улицу. Водитель следит и за тем, чтобы во время его смены пассажиры строго соблюдали масочный режим. Ну, у нас есть дежурные маски. Мы порой, когда есть, вдруг не оказывается ни у кого маски, отдаём маски так, как бы, да. Ну, чтобы были люди, бывает, что и ссорятся иногда порой люди, ну, тоже правы. Маску надо носить обязательно в порядке. И мы стараемся этому, как говорится, помогать. Автобусы и маршрутные такси волонтёры городского округа Люберцы проверили в ходе очередного рейда по соблюдению масочного режима. Подобные проверки стали регулярными. Минимум три раза в день. Большинство людей уже носят маски, с собой даже берут. То есть, когда волонтёры подходят, предупреждают, что есть маски или нет, да, ну, сразу одеваются. Уже нет таких вот, как бы, спорных моментов. То есть, уже люди, как бы, адаптировались к данной ситуации. Это подтверждают и сами пассажиры. Маски в общественном транспорте большинство надевают не из-за боязни получить штраф, а ради сохранения собственного здоровья. По возможности, люберчане стараются следить за тем, чтобы и другие пассажиры не игнорировали средства индивидуальной защиты. Споры из-за масок могут привести к задержке движения транспорта. Ведь теперь водитель может не пустить без неё в автобус даже при наличии билета. Почему из-за одного, кто не хочет выполнять масочный режим, должны страдать другие? Если останавливают транспорт, не едет транспорт. Ну, если надо, надо. Вместе с волонтёрами автобусы проверяли инспекторы технадзора. Их прежде всего интересовала исправная работа валидаторов и банковских терминалов. Также, согласно вступившему в силу закону, в транспорте должна быть размещена информация о возможности безналичной оплаты проезда. Банковской карты или карты «Стрелка». Если перевозчик не проинформирует пассажиров, придётся заплатить штраф. Размер взыскания для должностных лиц до 50 тысяч, для юридических – до 100 тысяч рублей. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ Помощь волонтёров вновь становится актуальной. Вспомнить опыт первой волны пандемии и обсудить план действий в новых реалиях собрались молодогвардейцы партии «Единая Россия» и члены молодёжного парламента при Совете депутатов округа. На встрече активистов в Люберецком музейно-выставочном комплексе побывала наша съёмочная группа. По сравнению с весенней пандемией, сейчас у врачей есть опыт лечения больных коронавирусом. Волонтёры, в свою очередь, стали эффективнее оказывать помощь тем, кто находится в зоне риска. В штабе помощи учли прошлый опыт, наладили координацию внутри команды и улучшили логистику. Вопрос доверия был самый сложный, потому что его нельзя решить, сидя в кабинетах или принять какое-то решение, его огласить. Это вопрос человеческого взаимодействия между волонтёром и отдельным взятым жителем. Вот сейчас я уверен, что жители нашего округа нам в этом плане доверяют. Весной в пиковые дни волонтёры обрабатывали по 100 заявок. Молодые люди разносили продукты, ходили за лекарствами, оплачивали коммунальные услуги. Бывало, что одинокие люди просто нуждались в общении и поддержке. Сегодня по большому счёту 65 плюс – изоляция. Люди с хроническими болезнями – изоляция. Ваша помощь там крайне необходима, крайне важна. У нас с вами работа, я так прикидываю, уж до мая месяцами обеспечили. Поэтому я хочу пожелать вам терпения, здоровья, бережного отношения к себе, к своим близким, к родственникам. Волонтёрский штаб возобновил свою работу 15 октября. Сейчас он объединяет 150 неравнодушных люберчан. Присоединиться к движению активистов может любой житель округа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Меры профилактики распространения коронавируса продолжают действовать в Люберцах. Под особым вниманием работа общеобразовательных учреждений. Руководство округа и специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят проверки. Очередная инспекция прошла в 25-й школе. Перед тем, как сесть за парту, измерение температуры и обработка рук, а учителей теперь можно увидеть только в маске. К таким реалиям воспитанники 25-й школы уже привыкли, так же, как и к новому расписанию. Потоки учащихся разделили на пять групп, чтобы дети из разных классов не пересекались друг с другом в коридорах. Так как у нас уроки начинаются в 8.30, то без 10.00 уже начинают приходить ребята. По графику, который на воротах прикреплён, а также в корпусе начальной школы. Значит, постепенно приходят по своему графику и плюс у нас ещё три запасных входа. Такие меры дают положительные результаты. Дети учатся в обычном режиме. Занятия проходят оффлайн с соблюдением санитарных норм. А на следующей неделе школа уходит на плановые осенние каникулы. Наша задача – удержать ситуацию на уровне, по крайней мере, чтобы детям училось комфортно. Мы стремимся, по крайней мере, не уйти на дистанционное образование. Во время своего визита Владимир Ужицкий также проконтролировал, как организовано для учеников начальных классов бесплатное горячее питание. И проверил состояние мест общего пользования в школе. Такие выездные инспекции проходят в Люберцах регулярно. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Не на словах, а на деле. Глава городского округа Люберц и Владимир Ужицкий вместе с начальниками управления, депутатами и общественниками в рамках проекта «Прогулка с главой» проехал по городским улицам, чтобы не только увидеть проблему, о которой сообщают жители, но и устранить ее. На этой прогулке побывали мои коллеги. Октябрьский проспект, дом 7. Не так давно здесь уложили новый асфальт. Вот только рабочие забыли про этот небольшой участок. Эта проблема не дает местным жителям покоя, поэтому они обратились в добродел. Глава поручила специалистам в течение недели устранить недостаток. А это уже улица инициативная. Жители пожаловались на владельцев автомобилей, оставляющих машины вдоль дороги. В полусферы проблему не решили. Автомобили по-прежнему припаркованы на проезжей части. «Понятно, что машины паркуются, где только место есть, по той лишь причине, что надо до рынка дойти. Поэтому подумаем сделать такую платную парковку для тех, кто приезжает на рынок и мог оставить машину и пойти. По той лишь причине, что любая парковка, она требует содержания, особенно в зимний период. Поэтому я сторонник того, что такие парковки надо делать платными». Куда серьёзнее проблема на Комсомольском проспекте. Газон на одной из главных городских артерий автовладельцы превратили в стоянку. Вопрос решён на месте. Здесь будут установлены столбики. Проект «Прогулка с главой» организован «Единой Россией». За время его реализации устранено множество нарушений. «Здесь вся идея в том, что житель приходит непосредственно на саму встречу. То есть он написал обращение и пришёл вместе с главой, с представителями совета депутатов, с представителем партии. И посмотрели, и решили эту проблему сразу же на месте. Житель, естественно, даётся доволен. Если у него возникают какие-то ещё вопросы, он задаёт эти вопросы. Вот если вопросов нет, он говорит, всё хорошо, спасибо, и остаётся доволен». Решение этих вопросов не требует больших затрат. Поэтому в течение пяти дней все недостатки будут устранены. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. По случаю празднования Дня работников дорожного хозяйства Владимир Ужицкий встретился с сотрудниками Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия. Он поздравил их с профессиональным праздником, а заодно и проверил готовность предприятия к зиме. Подробности далее. Смотр техники перед наступлением зимы, как обычно, проходит в канун профессионального праздника тех, кто стоит на страже чистоты на дорогах. 58 единиц специализированных машин уже в полной боевой готовности и ждут первых снегопадов. В этом году арсенал Люберецкого ДЭП пополнился на 6 единиц. Ключи от новой техники глава округа вручил сотрудникам вместе с благодарственными письмами. В такой период нужна круглосуточная работа. У нас такой опыт есть, такая задача перед нами стоит, чтобы минимизировать жалобы жителей. И я абсолютно убежден, мы с этим справимся, потому что на сегодняшний день Люберецкий ДЭП – это структура, где есть опыт, есть знания, есть люди и есть техника. Объем работы у сотрудников дорожного хозяйства большой. На территории городского округа Люберцы – 621 автомобильная дорога. Из них одна федеральная и 18 региональных. Общая протяженность превышает 360 километров. Кроме того, в зоне ответственности работников ДЭП – тротуары и пешеходные тропинки площадью 220 тысяч квадратных метров. Для складирования снега подготовлено два земельных участка. Отопительный сезон в Люберцах начался месяц назад. Тепло в квартиры и учреждения округа пришло вовремя, благодаря качественной подготовке всех объектов теплоснабжения. Работу аварийно-диспетчерской службы Люберецкой теплосети проверил Владимир Ружицкий. Готовиться к зиме начали весной. Начиная с апреля сотрудники Люберецкой теплосети ремонтировали и проверяли котельные, тепловые пункты, теплообменное и насосное оборудование. Сейчас главный приоритет коммунальщиков – готовность к любым внештатным ситуациям. Стоит задача, чтобы зиму пройти без аварий. Хозяйство у нас большое, есть износ определенный, но стоит задача максимально быстро, оперативно устранить аварии, чтобы жители не заметили. Для полного контроля подачи тепла Люберецкая теплосеть вооружена всем необходимым – в режиме 24 на 7. Справиться с любыми проблемами готовы пять аварийных бригад, 115 квалифицированных специалистов и 48 единиц техники. Также работает комиссия по производственному контролю. Каждый четверг выезжает на какой-то район и ведется, скажем, мониторинг работы оборудования, котельные, персонала. Ну, это правило. Уже в декабря Люберецкая теплосеть начнет готовить план по ремонту оборудования и коммуникаций. В следующем подготовительном периоде особое внимание предприятие уделит реновации красковских объектов теплоснабжения. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Школа номер 59 в деревне Марусино увеличивает площади. К зданию возводится четырехэтажная пристройка. Новый корпус поможет решить проблему с нехваткой места и избавит учеников от второй смены. Ход строительства проинспектировал глава округа. Возведение дополнительного корпуса 59-й школы началось в марте этого года. Как и на всех строительных площадках, работа здесь была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса. Сегодня здесь трудится около 40 рабочих и 3 единицы техники. Четырехэтажное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Сейчас у нас идут работы монолитные, это ниже нулевой отметки, возводится стеновье. Пристройка рассчитана на 400 мест. В ней разместятся спортивные актовые залы, столовая, кухня полного цикла, а также медицинские кабинеты и трудовые мастерские для мальчиков и девочек. Новый корпус соединят с основным зданием школы с помощью двух переходов, которые в осенне-зимний период будут отапливать. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 1350 квадратных метров для развлечения, общения и игр. В Наташинском парке открылась новая детская площадка. На торжественном открытии побывал Александр Колганов. Сегодня мы пришли на это грандиозное открытие, и с удовольствием у меня ребенок на всех влазит от акционов. Много новых, современных построек для детей. Мне кажется, дети тоже все довольны. Открытие современной детской площадки в Наташинском парке – праздник для всего округа. Большая игровая зона, новое освещение и удобные лавочки – все это появилось благодаря программе губернатора «Формирование современной комфортной городской среды». Она замечательная. Я думаю, что она самая большая на сегодняшний день у нас на территории. Здесь много разных элементов игровых. Я думаю, что здесь будут получить удовольствие как и дети, так и взрослые. Я вам скажу по секрету, такая площадка стоит ни много ни мало, где-то более 25 миллионов рублей. Из них 20 миллионов было выделено по программе губернатора. Для детского досуга – несколько видов качелей, спортивные снаряды, батут, канатная дорога и даже ручной экскаватор. Всего 25 игровых элементов. Площадка готова к встрече с юными посетителями всех возрастов. Важно отметить, что на площадке присутствуют элементы для детей с ограниченными возможностями. Это нужно знать, чтобы их родители приводили их сюда. Они здесь коммуницировали между собой и развивались. Всячески не только физически, но и интеллектуально учились дружить и общаться. Готовились к взрослой жизни. Начиная с 2013 года по программе губернатора построили более тысячи детских игровых площадок во дворах и парках всего Подмосковья. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ОРТ. Министерство экологии и природопользования Московской области, сотрудники администрации Люберица и специалисты Мособлводхоза провели совместный рейд. Они обследовали береговую зону реки Македонка и Малаховского озера. Главная цель – выявить и пресечь несанкционированный сброс источных вод. С помощью местных жителей участники проверки обнаружили пять точек, где происходит загрязнение водоемов. Впоследствии Министерство экологии пообещало нам помогать в обследовании такой аппаратуры, как тепловизоры. Они более качественно уже позволяют выявлять сбросы не только на поверхности воды, но и те трубы, которые уходят под воду, которые визуально не видно. В течение двух недель трубы, через которые сбрасываются источные воды, демонтируют, а подобные рейды будут проходить регулярно. В феврале следующего года запланирована очистка Малаховского озера. К этому времени несанкционированные сбросы в водные объекты должны полностью ликвидировать. Специалисты Управления по охране окружающей среды совместно с полицией провели повторный рейд по выявлению и устранению незаконных сбросов воды в реку Сатовка. Несколько месяцев назад садоводам уже были вынесены предписания на устранение нарушений. Что изменилось с того момента, узнавал мой коллега Григорий Ворванин. Масляные разводы в акватории реки Сатовка образовались недавно. К такому выводу в ходе рейда по территории СНТ-ручьёк пришли специалисты Управления по охране окружающей среды. Возможная причина их появления – труба, которая ведёт к одному из садоводческих участков. Хозяин домовладения утверждает – на своей территории оборудовал дренажную систему. Через неё вода и утекает в реку. У вас без очистки сейчас дренаж идёт всё равно в реку. Дренаж? Какая дренаж? Вы понимаете, что за дренаж? Вы привели трубу к реке. Я понимаю. Она через септику у вас сейчас не проходит. Вы не установили пока септику. Поэтому в любом случае нам надо перекрыть вам сброс. В чистоте воды, утекающей в трубу, садовод не сомневается. Он согласен даже на проведение бактериологической экспертизы пропис водоёма. Если я в чём-то буду виноват, я за всё буду отвечать. Несмотря на уговоры не перекрывать водяной сток, специалисты заблокировали трубу, которая ведёт в реку. Выявить места несанкционированных сбросов помогают местные жители. О каждом факте они сообщают в городскую администрацию. Мы провели уже два обследования. Мы посмотрели речку Македонка, выявили там сбросы. Мы посмотрели речку Сатовка, вот как раз на территории СНТ, ручеёк, где вместе с Министерством экологии зафиксировали пять точек несанкционированных сбросов. Оформлены были все документы. У садоводов было несколько месяцев, чтобы добровольно устранить нарушения. Но они этого не сделали. Поэтому специалисты затампонировали трубы. Также владельцам участков, с чьей территории ведётся несанкционированный сброс воды, грозит штраф. Если на этот раз нарушения не будут устранены, трубы демонтируют, расходы по их утилизации возложат на владельцев участков. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ещё один пункт благоустройства парка Малаховское озеро завершён. Там состоялось торжественное открытие входной группы. Праздник посетили министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин и главолюберец Владимир Ружицкий. Вместе с жителями они приняли участие в экологической акции по посадке деревьев. С тех пор, как в этом парке стартовали работы по благоустройству, прошёл ровно год. За это время территория вокруг Малаховского озера кардинально изменилась. Гулять и проводить здесь свободное время стало комфортнее. Кроме наведения красоты, у этого проекта ещё одна главная миссия – почистить водоём и навести на нём порядок. Стоит задача привести вот этот уголок красивый, жемчужину Подмосковья в такой красивый первозданный вид. И я думаю, что у нас в этом что-то получается. Мы переживаем за это место, и Малаховское озеро – это предмет нашей большой заботы. Одним из проявлений заботы стало проведение экологической акции. На территории парка и на берегу озера посадили новые деревья и кустарники. Для местных жителей это событие имеет особую важность. Хотелось, чтобы внуки потом посмотрели, что здесь наше дерево, чтобы мы приняли участие в таком замечательном мероприятии. Вот прям вот очень трогательный до слёз. Шестилетний Ваня Пимахин часто гуляет в Малаховском парке с мамой. Всегда мечтал посадить здесь своё дерево. Нужно откопать яму, туда поставить дерево, закопать яму. Обязательно надо воды добавить. И потом каждый день нужно поливать. Теорию мальчик знает хорошо, теперь пришла пора применить её на практике. Саженец оказался слишком крупным, без помощи взрослых не обошлось. Но дерево, уверен маленький эксперт, посадили правильно. Всё, дерево готово. Теперь я буду приходить и смотреть на него. Как оно растёт? Да. Хорошо. Будем приходить и смотреть. Всего во время акции посадили 80 деревьев. Малаховский парк пополнился рябинами, липами, ивами и туями. В этом году планируется высадить ещё около 500 кустарников жасмина и сирени, а также 30 еловых деревьев. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла федеральная акция по сбору макулатуры. В Центральном парке округа собрались студенты вузов, школьники, волонтёры, представители общественной палаты и предприниматели. В экологической акции приняла участие и наша съёмочная группа. В день сбора макулатуры юные люберчане не только избавились от старых тетрадей, учебников, газет и журналов. Они сами попробовали переработать бумагу, поиграли в эко-игры и поучаствовали в мастер-классах. Одна из целей акции – привлечение внимания людей к осознанному потреблению природных ресурсов. «Зелёное насаждение – это лёгкие нашего такого мегаполюса, это лёгкие такого человеческого общежития. И, конечно же, вопросы эти стоят достаточно остро. Мы очень часто поднимаем вопросы экологии. Поэтому один из вопросов – это переработка вторсырья». Федеральная кампания по сбору вторичного бумажного сырья проводится уже пять лет. В этом году центральной площадкой акции в Подмосковье стал Центральный парк Люберецкого округа. «Люберцы достаточно активно всегда участвуют в большинстве экологических акций Министерства экологии Московской области. Поэтому тут вопросов и не возникло. В Люберцах также стартовала первая в Московской области пилотная акция по сбору органических остатков для компостирования. То есть данная акция проводится совместно с Министерством ЖКХ и нами». Отказаться от бумаги для сохранения окружающей среды призвали молодогвардейцы партии «Единая Россия». Активисты организовали мини-инсталляцию. Около каждого дерева была собрана стопка макулатуры весом 80 килограммов. Примерно столько бумаги нужно переработать, чтобы спасти одно дерево. «Ребята сами привозили макулатуру, сами собирали, привозили не только из Люберец, но и из Держинки, из Котельников, складывали возле деревьев все это. И, соответственно, был наглядный пример. Приходила молодежь, это смотрело все. И им теперь понятно, сколько стоит одно дерево взамен на работу сдачи макулатуры». За каждую тысячу килограммов макулатуры организаторы акции дарят муниципалитету одно дерево. В прошлом году Люберцы были лидерами в таком экологическом соревновании. Округ получил 23 саженца рябины. 95 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Петру Андреевичу Пуставару. С круглой датой жителя поселка Октябрьский поздравил глава городского округа Люберца Владимир Ужицкий. Спасибо, спасибо, спасибо. С утра телефон в квартире Петра Пуставара практически не замолкает. С юбилеем фронтовика поздравляют родные, представители Совета ветеранов. Некоторые пришли пожелать здоровья лично. Поздравляем вам. Желаем вам здоровья. Спасибо, спасибо. Здоровья вам. И привет от всех детей больных. В свои 95 Петр Андреевич полон сил и энергии. И это несмотря на четыре ранения. Их он получил в боях под Козельском, при освобождении Белоруссии и под Кёнигсбергом. В годы войны сержант Пуставар командовал артиллерийским орудием. Во время одного из боев его расчет подбил три вражеских танка. За это Петр Андреевич награжден медалью за отвагу. Мы только боялись. Мы не унывали. Но нас поддерживали. Над нами уже командовали старые. И финскую воевали, а потом и немецкую воевали. И понимали, что они командовали нами. А мы пацаны. Сейчас Петр Пуставар единственный в поселке Октябрьский участник Великой Отечественной войны. Поздравить фронтовика с юбилеем приехал глава городского округа Владимир Ружицкий. Это вот такой букет цветов. Значит, это вот, смотрите, написано Москва, Кремль. Это лично владел Владимир Путин, президент нашей России. Воспоздравляем. Да, это вам. Секрет долголетия Петр Андреевич не держит в тайне. Говорит, нужно любить жизнь, свою семью, а по утрам делать зарядку. Этих простых истин он придерживается на протяжении 95 лет. И планирует прожить как минимум до векового юбилея. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Взглянули на вопросы предпринимательства по-женски. В администрации Люберец прошел круглый стол сообщества «Нежный бизнес». Это всероссийское объединение существует более трех лет. Ровно год назад местное отделение открылось в Люберцах. Сейчас в «Нежном бизнес-сообществе» 120 активных бизнес-леди города. Это тоже определенный дар. И есть некие способности внутренние. Поэтому кому даны способности петь или стих написать, а вам здесь даны способности творить с точки зрения бизнеса. Потому что это надо строить отношения с людьми. Поймать вот это какое-то зернышко, из него что-то вырастить. Это очень сложно, это труд огромен. Круглый стол посетила замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Надежда Корисалова. В ходе своего выступления она рассказала люберецким предпринимательницам об актуальных мерах поддержки. Займы, социальные проекты и гранты уже сейчас позволили сохранить малый бизнес участницам сообщества. «Есть меры области. Мы, несмотря на тяжелую ситуацию в Московской области, меры поддержки малого бизнеса в этом году наоборот увеличили. Субсидии у нас почти на 1 миллиард в этом году конкурсные. Вот сейчас разыгрались». Замминистра уверена, что решать сложные вопросы поможет и регулярное общение организаторов нежного бизнеса, которые постоянно держат руку на пульсе и обмениваются опытом выхода из кризисных ситуаций. «Пехорский текстиль» отмечает в этом году двойной праздник – 115 лет со дня основания братьями Корзинами суконного предприятия и 25-летия современной фабрики. Наша съемочная группа погрузилась в историю компании. Компании, которая стала брендом с мировой известностью. Современные высокопроизводительные машины и оборудование по последнему слову техники сейчас и не скажут, что этой фабрике уже больше века. В память о целой эпохе хранят стены основного здания, которое сохранилось с 1905 года. Именно тогда началась история пехорского текстиля, когда в подмосковной деревне Жилино крестьянская семья Корзиных построила небольшое предприятие по изготовлению сукна. «Сукно – это был такой материал, из которого очень много шили одежды, использовали технические цели. Корзин создал еще торговый дом. Торговый дом на Тверской улице в Москве был. То есть это было достаточно динамично развивающееся предприятие того времени». Ремесло братьев Корзиных передавалось из поколения в поколение и дошло до наших времен. За это время в жизни фабрики и страны в целом произошло много событий и потрясений. Революции, войны, экономические коллапсы, годы перестройки. Спустя четыре года после распада СССР пехорская фабрика возродилась и зажила новой жизнью. «Самую главную традицию мы соблюдаем – это мы продолжаем производство текстильной промышленности. Вот что самое основное. Мы не поменяли направление, и я думаю, что мы продолжаем историческую веку Корзина». Изначально фабрика вырабатывала пряжу только для ручного вязания. Для того, чтобы расширить линейку производства с 2001 года, компания стала выпускать продукцию, предназначенную для машинного вязания. Сегодня этот бренд узнаваем не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. «Осваиваем продажи за рубежом. Мы отправили пряжу ту, которой ни у кого нет. Ни за рубежом, ни у нас. Пехорка всё-таки вырабатывает пряжу и стремится ассортимент поддерживать интересный, эксклюзивный». Компания «Пехорский текстиль» выпускает более 100 тонн продукции в месяц. В каталоге фирмы около 150 наименований. Их количество увеличивается наряду с потребностями людей. Каждый моток создаётся, исходя из пожелания потребителей. Каждый артикул разрабатывается под определённый продукт. «Пряжу невозможно не любить, наверное. Из неё можно делать чудесные вещи. Это же творчество. Это же, когда ты вкладываешь туда душу, в эту пряжу». Именно по такому принципу «Делать всё с душой» работают сотрудники фабрики. Любовь Тичкаева здесь уже шесть лет. Создание пряжи для неё не просто работа, а настоящее удовольствие. Это лишь на первый взгляд её действия окажутся монотонными и однообразными. «Тут разнообразие. Разные нитки, разные цвета. Мне интересно играть. Как относишься к пряже, так и она к тебе. Ты к ней с любовью, она к тебе с любовью. Ты с ней по-доброму, и она как послушная и помягче становится». За годы своей деятельности предприятие достигло значительных высот. Об этом свидетельствуют многочисленные награды, благодарственные письма и знаки отличия. Компания принимает участие в федеральных ярмарках, международных выставках, а также благотворительных и социальных проектах. В этом году пихорский текстиль стал победителем ежегодной премии губернатора Московской области. Фабрика включена в реестр 500 преуспевающих компаний в России, награждена золотой медалью, а также вошла в список предприятий, особо значимых для экономики страны. Но самой высокой наградой коллективы руководство пихорского текстиля считает любовь и признательность людей. На ринге Люберецкого дворца спорта «Триумф» прошел финал отборочного чемпионата России по боксу. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР, участника Великой Отечественной войны Виталия Островерхова. На заключительном этапе соревнований побывала наша съемочная группа. Шамил Аскеров профессионально занимается боксом 15 лет. За его плечами многократные победы в международных турнирах, две победы в первенстве России и чемпионство Европы. Золотую медаль в этот раз ему принесла победа над Арей Габаяном из Омска. Он хотел поддавливать, постоянно вперед шел, хотел меня как-то передушить физически, продышать, передышать меня хотел. Но ему это не удалось. Задача перед боем, самое главное для меня всегда была импровизация. То есть в основном импровизирует. Главное делать свой бокс, то есть боксировать так, как ты учился в принципе. И выходить на ринг, а там уже все делать самому. Это первый отборочный чемпионат, который проводит спортивное общество «Спартак» в 2020 году. Люберецкий турнир собрал более 100 боксеров из 22 регионов России. Спортсмены соревновались в 10 весовых категориях. Достаточно большой, объемный турнир. Проводим мы его 5 дней. И по итогам 5 дней определяем лучшего боксера, который будет представлять общество «Спартак» на чемпионате России по боксу. Сегодня мы видим хорошие очень финалы. Дело в том, что на этот финал участвуют 4 международника. Мастера спорта и для ребят молодых, которые кандидат, первый разгляд большой будет стимул. Надеемся на то, что увидим своих звезд «Спартака» в дальнейшем. Победители турнира получили именную лицензию для участия в чемпионате России по боксу среди мужчин. Он пройдет с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге. По его итогам будет сформирована олимпийская сборная, которая поедет в Токио летом 2021 года. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ Центральный магазин «Склад Банди Игрушка» приготовил подарок для своих покупателей. Полноценную подготовку к Новому году он предлагает начать уже в октябре. Сэкономить поможет грандиозная распродажа. Что Банди предлагает положить под новогоднюю елку, узнала наша съемочная группа. Сезон предновогодней суеты открыт. Праздничный ритм задает магазин «Банди Игрушка». За волшебное настроение отвечает новая коллекция елок, украшений и игрушек. Отличное начало для новогоднего шопинга. В наличии у нас есть елки двух производителей. Это российский производитель, разработанная нашими специалистами. Все эти елки. И есть обширный ассортимент бумажной продукции, наклейки на окна. Есть светящиеся наклейки на окна. Можно украсить дом. Будет красиво, светло. Что положить под елку, тоже подскажет Банди. Книга с новогодними сказками или говорящая азбука, развивающая игра или пазлы. Героем увлекательного семейного вечера может стать модель для сборки. Среди стеллажей с огромным ассортиментом военной техники и самолетов можно заблудиться. Выходит очень много новинок ежемесячно. Отгрузки данной продукции идут по всему миру. В том числе вы можете купить у нас очень полезные и интересные модели. Дети могут собирать самостоятельно, могут с помощью родителей. При выборе подарков можно не скромничать. Сберечь кошелек поможет Банди Игрушка. Только три дня, с 24 по 26 октября. Всех покупателей центрального магазина склада ждет скидка 40% на весь ассортимент. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова